Маховик прицельный. Маховик угломера должен крутиться, но он не крутится. Работает только люлька прицельная. Маленько работает. Это домкрат. Для маленькой Есении сейчас совсем не важно, как работает гаубица. Ей важно, что спустя почти семь месяцев папа, наконец, пусть и ненадолго, вернулся домой. Когда по телевизору объявили о начале мобилизации, Сергей сразу достал военный билет. А уже через несколько дней домой принесли повестку. Первым, что я начала делать, ну это, наверное, на эмоциях было как-то. Я начала просто собирать мужу теплые носки. Нашла какие-то даже старенькие, как вот сейчас помню, и села сшить их, ну то есть там штопать. Видимо, ну нервничала я очень. Потом поняла, что что-то не то делаю, абсолютно начала собирать ему сумку. Своих эмоций мужу Мальвина не показывала, хотя боялась до дрожи. Радовал боевой настрой Сергея, который ни на минуту не сомневался в том, что дело нужное, и все будет хорошо. Но маленькая Еся отпускать отца никак не хотела. Я вот как сейчас помню, даже мурашки бегут по телу. Мы когда в песчанке его провожали, ну то есть уже вот все на самолет, она так сильно плакала. Папа, ты куда? Вернись. Ну то есть как бы это для нас было вообще, ну то есть такой маленький ребенок, и она так все чувствовала и понимала. За лентой Сергей работает непосредственно с гаубицами. Его задача поддерживать пехоту на расстоянии. И хотя в наступление он ни разу не ходил, сначала было очень сложно. Ну самое страшное, это вот первые дни, недели пребывания там уже, в зоне проведения специальной военной операции. Ну это первые обстрелы, вообще первые боестолкновения. Ну непривычно и конечно страшно, но приходилось пересиливать себя, переступать через себя. Но привыкаешь ко всему, пережить трудные моменты всегда помогала поддержка любимых, которая не дала Сергею за это время растерять позитивный настрой. Еся с мамой по телефону стараются держать папу в курсе всех произошедших дома событий. Записывают видео и делают небольшие подарки. Своими руками и с большой любовью. Вместе они научились жить по-новому. Вместе они дождались этого отпуска. И вместе готовы сражаться дальше. Екатерина Пешкова, Павел Карпов, РТК «За Байкалье». Такая машина.